У меня есть хорошее свидетельство о том, что Бог сделал в моей жизни. Началось все, наверное, с молодости, с юности. В принципе, город у нас приграничный, близость с Финляндией дала такую нехорошую, может быть, возможность заниматься фарцовкой, валютой. И были такие быстрые доходы. И вот эти деньги, которые приходили легко, так же легко мы с ними расставались. И все это привлекло к какой-то безнаказанности, к развязанности. И в конце концов, все это закончилось первой судимостью в 18 лет. И, конечно, ничего хорошего в моей жизни это не принесло. Тюрьма не оставила никакого положительного отпечатка в жизни, кроме негатива. Потом повторилось снова и снова. И в моей жизни я почувствовал какой-то тупик, когда уже была пятая судимость. За плечами было 13 лет употребления наркотиков. Вся жизнь была разрушена. Похоронил многих близких людей. Осталась одна мама, которая уже сама по себе тоже отчаялась. И даже просила, чтобы я уехал с города, потому что ей тяжело было смотреть, как я гибну. Но в какой-то момент я слышал много о Боге. Многие люди встречались на моем пути, свидетельствовали о том, что сделал в их жизни Бог. И, конечно, каким-то образом это меня коснулось. Я все-таки попытался обратиться к Богу по-настоящему, искренне, потому что других вариантов у меня уже не было. Одной ногой я стоял в могиле. Последняя судимость меня, когда закрыли, мне светил большой срок. И полностью было разрушено все здоровье. Я лежал в разбитой пневмонии, в больничной палате. И, слава Богу, Господь пришел, Господь утешил, успокоил. И, знаете, зародилась какая-то надежда, что все-таки есть что-то другое, более важное, чем то, чего я искал до этого. Какие-то развлечения, какие-то там самоудовлетворения. И мне стало интересно, кто же такой Бог, что Он хочет от меня, что Он хочет от других людей. Но было очень много информации, и мне ничего другого не оставалось, как самому попытаться изучить этот вопрос. Я начал читать много литературы, изучал разные конфессии. Времени было много в тюрьме, поэтому сумел, как говорится, познакомиться со всем. И, в конце концов, начал не просто изучать, а применять на практике те принципы, которые прочитал в Библии. Библия давалась нелегко, но в какие-то моменты они отлагались в памяти. И, конечно, все это внутри породило веру. Когда я убедился все-таки, что Бог есть, что Он живой, что Он действительно творит чудеса, я начал ему задавать такие серьезные вопросы, на которые ответить мог только Он. После моего освобождения я сразу же поступил в университет. Мне было тогда 39 лет. Это было для меня необычно, в это никто не мог поверить. Я закончил университет, 6 лет учился информационной технологии, стал специалистом в этой сфере. Но работал я в обычной клининговой компании дворником, потому что никуда в другое место меня не брали. Тот принцип, который Бог мне дал, верность, преданность, преданность своему делу, я употребил. И, в конце концов, у меня начался карьерный рост. Я стал бригадиром, через какое-то время стал мастером, потом менеджером одной компании. Компании менялись, я оставался на одном и том же предприятии, это крупнейшее предприятие в городе Выборг. И, в конце концов, на данный момент я являюсь директором клининговой компании. В моем подчинении порядка 50 человек. Люди с необычной судьбой, с тяжелыми характерами. Но Бог дает силы работать с такими людьми. И, конечно, все это вызывает некоторый интерес. И такую положительную динамику, потому что мы работаем с людьми, находящимися в трудном финансовом положении, в трудном жизненной ситуации. Бомжи, алкоголики, наркоманы, люди после места заключения. Служение на «Корми голодного» мы начали, наверное, лет 12-13 назад. Просто с ровного места. Мы начали не просто кормить людей, а призывать их к Богу, помогать им найти себя в жизни, привлекали их в реабилитационные центры, сотрудничаем со всеми центрами любого направления, и православные, и лютеране, и баптисты. Нам нет разницы. Мы верим в единого Бога, который живой. И всем людям говорим о том, что Бог живой. На данный момент у меня молодая жена, которая родила нам пятерых детей. Мы сейчас ждем шестого ребенка, старшему 12 лет, младшему сейчас 2 годика, и, наверное, будет еще одна девочка. У нас три мальчика, три девочки, получается. Все, что, в принципе, можно было помечтать в жизни, Бог нам дал. И, конечно, это счастье. Но прежде всего, прежде всего, мне надо было поверить в Богу. Я поверил в Богу. Конечно, пришлось ждать немножечко. Это процесс прошло буквально после тюрьмы. Прошел год, как я стал женат. Прошло 12 лет, да, как я стал директором компании. С супругой мы познакомились в церкви. Благодать повиновения города Выборг. Она с детства была верующая девушка. Никогда не знала, что такое наркотики, не алкоголь, не знала, что такое матерное слово. Это действительно чудо от Бога. В конце концов, мы подружились. У нас было одно служение. Мы вместе служили. Ходили на Кленовую. Это центр адаптации алкоголиков и наркоманов. Медицинское учреждение. Мы туда приходили, несли Евангелие. И как бы на этой почве мы познакомились. Ближе друг от друга узнали. Я задал Богу вопрос, кто будет моей женой. И Бог мне ответил, что я должен ей сказать такие слова. Ты моя плоть и кровь моя. Если девушка меня не пошлет, куда подальше ответит положительно, то, соответственно, это будет моя будущая жена. Я первый раз сделал ей предложение, как обычный, так скажем, смертный. Признался ей в любви, но получил отказ. Она мне сказала, что у нее в сердце другой человек. Но я задал Богу опять этот вопрос. Он мне сказал, повтори все-таки тот вопрос, который я тебе задал. И в один прекрасный день я все-таки написал смс. И на эту смс я получил сразу же ответ. Если это угодно Богу, я буду твоей женой. То есть самое интересное, что моя жена задавала Богу точно такой же вопрос. И у нее был свой признак, по которому Бог показал. У нас большая разница в возрасте 16 лет. И мы из разных сословий. И поэтому это на самом деле не вкладывается ни в какое понимание разумное. Это принимается только Духом Святым, который нам дал Бог. Папа Ираиды, он бывший милиционер. Соответственно, он немножечко ко мне отнесся с подозрением, потому что я сразу не скрывал свое прошлое. Рассказал, свидетельствовал о Боге. Но мы нашли с ним общий язык. Во мне было что-то такое, какой-то внутренний огонь, который, может быть, дал, как говорится, право на веру ее отца. И когда он узнал о моей зарплате текущей, в тот момент я зарабатывал всего 4 тысячи в месяц. Он так скромно сказал, что это мало. Но я сказал, что мы добьемся чего-то. И в конце концов сейчас все состоялось. Все, что мы ожидали. Старшему сыну сейчас 12 лет. Мы с женой договорились, что роду мы будем принимать вместе. И эта традиция у нас так и продолжается. Всех пятерых я брал на руки первый. То есть я их даже первый видел. И мы все-таки ожидаем, что шестого ребенка я тоже смогу приехать вовремя. И вместе будем принимать роды. И первенец, ему мы дали имя Давид. Потому что возлюбленный Богом. Мы дали такое имя, потому что Бог возлюбил и меня, и мою жену. И, соответственно, этого сына. И сейчас он уже взрослый парень. Такой самостоятельный. Все дети посвящены Богу. Но, конечно, каждому придется принять свое решение. Господь касается, но все-таки, знаете, мы всегда ожидаем такого, чтобы они проявляли какой-то темперамент в Боге. А, знаете, все равно есть какая-то вера. Они все равно размышляют о Боге, задают вопросы. И когда я им задаю вопрос, верите ли вы в Бога, они говорят, да, верим. То есть, конечно, много форматов есть в поклонении Богу. Они не в формате. Они как-то по-своему поклоняются. На самом деле Бог велик. Бог вселюбящий. Бог ожидает каждого. И я это узнал не понаслышке, а на собственном опыте убедился, что Бог, Он готов помочь каждому. Он пришел на эту землю, чтобы помочь именно израненным, измученным, всем, кто угнетен. Есть, конечно, люди, которые считают, что они могут сами справиться, но это большая ошибка. Без Бога мы не сможем ничего. И есть большая помощь среди верующих братьев, сестер. Есть реабилитационные центры, есть церкви различных направлений. Любая церковь, где говорится о милости Божией, о любви Божией, об Иисусе Христе, это дом Божий, который ждет тебя. Редактор субтитров А.Семкин